Хорошо, запомните это. Мы проводим подготовку. К нам приезжают гости. Мы должны принять их достойно. Мы уже распределили свою роль. Я их принимаю и сажусь за стол. Дальше я не иду. Мне ходить незачем. В прошлый раз я 11 раз пригласил. Они не пошли. Больше я не приглашаю. Иначе, получается, я перед ними лебезью или хвостом лезаю. Не надо. Они осмотрят все. Я скажу, давайте заранее документы подпишем. Проверять не надо. Я согласен, мы не соответствуем. Мы не соответствуем. Не соответствуем званию человека. Не соответствуем званию христианина. Мы ничему не соответствуем. Нормам, какие есть, не соответствуют государству практически ничто. Везде взяточники, везде обороти, то милиция, то кто. Поэтому я вас не осуждаю и опровергать не буду. Вот двери открытые. Вот воспитатель Далина Александровна поведет. Рядом будет на помощь Никита Андреевич. Володя снимает. Два аппарата заряженных. Когда ко мне подойдут, помочь ему быстро распутать провода. Подожди маленько, не потягайся. Ты слышал? Ни с кем не разговаривать. Ни одного слова. Иначе я сразу тебя отсюда отправлю домой. Вы наблюдайте, чтобы никто не разговаривал. Сама подойдет, скажет, что нарушение устава. Будет дан момент такой нам. Дети уйдут отсюда с Питером Николаевичем. Он придет, будете разучивать песни, сидите разучиваете костровые песни, какие есть. Наступит момент, когда они вернутся и надо за столом сидеть документы подписывать. Дети здесь не нужны. Вы с ним выйдете. Выйдете, а дальше он знает, куда провести. У нас несколько моментов. Куда? Пойти, кто пасет сегодня? Кто пасет? Герема! Все, все. Вес лагеря уйдет туда. Зайдете, возьмете там свои пастушеские жезлы. Вот только, чтобы были в резиновой обуви. И уйдете. Еще с собой брать не будете. Второй момент. Куда вы можете уйти? Вам подскажут. Два-три места. Есть. Я не буду говорить раньше времени. Но этого будет достаточно. Это сделает другой. Не я. Я с ними остаюсь здесь. Просто в ответе это. Вы сейчас, сладкие мои, пойдете сладкий сахар доедать. Наедите, скажите, оставить на обед, оставить на ужин. Вам досыто это будет. Потом скажете, каждый скажет, перестроим. Что воровать больше не буду, обещают. Сахару наелся, сяду за общий стол. Сахару вам больше будет не надо. Вы видели, как они сахар ели? Целыми ложками. Вот счастливые люди какие. Где обед, сахар? Где, значит, два, обед, обед. Так, а тебе что? Когда никого нет, отдыхай, ты бери магнит и носи за собой по земле. Вот так вот шоркаешь. Сеточку помоем потом. Все гвоздики вокруг, все собрать. Давай. Я уже показал. Подойди сюда. Когда комиссия придет, Виктор Николаевич всех уведет, нам остаться за Гуляевым? Обязательно. Мы договорились. Вы остаетесь. С вами мама. А с остальными без родителей нельзя разговаривать. Хорошо. Вот все. Вы остаетесь. И только в моем присутствии разговариваете. Не отдельно, а чтобы я был рядом. Говорили громко, четко, ясно. У меня есть аппарат, я могу поставить аппарат, я лучше вас буду слышать. Но я им не пользуюсь. Мне достаточно. Так бы, если я аппарат слышал, ты бы ко мне и подошла. А ты подошла, мы еще ближе стали. Нам никак это не во вред. Тем более, я был в Германии, когда бабушки пришли. У кого аппараты, все стали хуже слышать. Организм не на пряде. Он уже на этом уровне живет. А снимает, он вообще не слышит. А я нормально слышу телефонные звонки и все. У меня механическое повреждение, прободение. Все пока. Вон Кирилл. Кирилл читает. Давай, выходи. Мы, наверное, возможно, почти не сможем идти. Потому что Ирмак сказал, он не будет брать меньше шести лет детей. Меньше шести лет кому? Маши и Сони. Все, не берем их. И кто бегает за овцами, лобит их? А кто это бегает за овцами? Это Фрося лобит их. Я уже не ровлю. Ты уж не ожидал. А зачем ты? И что Ксюша лобит? Ты ловила. Ты ловила. Вы понимаете, какие последствия? Фрося не брать. Это самый быстрый наш человек. Может быть, взять, если ее вернут, тогда вернется. Ну как-то бегает за это. А зачем ты бегал? Ну-ка и сюда. Зачем? Погладить, чтобы. Понятно. Ну это же овечка. Ты ее напугала, она до обеда, говорит, жидкий стул у нее. Ты знаешь, что такое? Ё-моё. Жидрифдук. Дядь Володя. Не сворачивая желудка. Вот я с тобой поработал, и у нас был беляк. Вот такой маленький кобелек, ну, как шарик. Ну, а рядом собачья охрана. Тут их привязывает собак где-то около вкладов. Стоят спокойно. Ну зачем ты себя? Убери руки. И они выводят этих собак, но выводят наборника. Сажают где-то, везут какой-то трактор или там машина и привязывают собак. И собака не допускает их. Ну а беляк-то выскочил. И, а у нас привезли лесовоз для рабочих, сколько там дроб отдать. Он выскочил на собаку. На собак и лает, ну, знает что-то. Ту собаку ведут на поводке, она в наборнике. И он нормальный, хороший тёсик. Но, видимо, он надоел. И который шёл хозяин, я-то не видел. Он её отцепил. И он набросил. Он увидел, что собака-то большая-то на него бежит. А там кавказцы все. Там вообще огромная собака. А он-то маленький. Он как ринулся. Послушай, Галя, интересно, что. Ринулся, в подворотню-то сунулся. А он через подворотню-то сумел его носом ткнуть. Или перед воротами-то. И он вот как забежал в воротах. Вот так развернулся, чтобы ко мне-то подбежать-то. И пока разворачивался, из него такая струя ударила. Жижи. Там лежали, которая дрова, берёзы. Вот всё, как палил. У них никогда такого не было. Я не могу понять, как можно в течение одной секунды превратить в животе у него вот это вот. У овечки-то такой же, когда ловишь-то её. Она тебя боится. А она понимает, что это чужой. Для неё волк или ты. Ей разницы никакой нет. Ну, что ты делаешь? Миша. Ну, строили жидкий стул. Она тебя-то быстро кинет, а тебя жидкий потретёт. Зачем тебе это? Быстро, если бросится, ничего не останется. Игнать, идти, смотрите, вон там тело стачат у нас. Что там? О, стачат. О, стачатик. О, вон они где пришли. Смотрите, видишь, на веточке. Они вчера вылетел её. Ну, надо же. Главное, нашли ветку сухую. Она защищённая маленько сверху, коршун не видит. Их было не пять и четыре. Вот они все собрались. Она сейчас маленько подрастет и на вовсе собрание поведёт. Там у Игоря. Обязательно. Скажет, ну вот, я потрудилась. У меня четверо ребятишек. Я приехала воспитателем сюда. Вот. Ну, три девчонки, один морщишка. Так понятно. Ну, понятно? Как весело у нас. А кто это увидел первый-то? Фрося. Фрося, Фрося. Фрося. Да, молодец. Ну так что? Вы походатайствуйте за Фрося. Просю жалко не отдавать. Фрося, ладно. Поэтому Ереме, скажите, скажите, я прошу принять. Ты не будешь больше ловить их? Нет, конечно. Она не будет. И вы не ловите. Выходите тихо, спокойно. Но это один из вариантов. Надо с башни посмотреть, куда угнали. Взять каждому палку. Палки принести, сдать. Ну, все на этом. Спаси Христос! Спасибо, что ты накрываешься! Нет, спасибо, что ты накрываешься! Я на вас умеюте все съел.